Доброе утро, дорогие друзья! Итак, какая из недельных заповедей, из десяти, точнее, заповедей самая тяжелая для соблюдения? Ну, одним одна, другим другая. Но многие наши мудрецы говорят, что одной из самых сложных заповедей является заповедь с последней, десятая. Не возжелай ближнего твоего. Не возжелай жены ближнего, раба его, рабыни, вала, сла, ничего. Если по-простому, не желай получить его шикарную квартиру, красивую жену, великолепную работу, все, что есть. Одно дело — красть. И это понятно. А вот как человеку сказать «не желай»? Это же, наверное, трудно. На самом деле, мы же не ангелы, он посмотрел, там, позавидовал. Но вот, если ответить вопросом на вопрос, звучит будет следующим образом. Почему в этом тексте есть очень интересно? Почему говорится, жену у него жилая раба, да-да? А потом обобщение такое. И ничего, что ближнему твоему принадлежит. Наши мудрецы давали красивейшее объяснение этому. Очень важный жизненный урок. Тора говорит, что если ты случайно посмотрел зависимым взглядом на какую-то деталь из жизни твоего соседа, не забудь взглянуть на всю картину в целом. Большинство из нас считает, что на чужой стороне трава зеленее. Но всегда ли мы принимаем в расчет всю картину? Вот у него успешный бизнес, а все ли в порядке у него с семейным бюджетом? С балансом плюс-минус. У него все хорошо внешне там с женой, а здоровье? А здоровье семьи? А такое ли удовольствие там жить этой красавицей и женой? А также замечательно ездить и возвращаться. Хочет ли он возвращаться вечером домой? Ну и миллион всех вопросов. Время от времени я как бы сталкиваюсь все время с людьми и вижу, как у совершенно успешных вдруг через секунду уходит почва из-под ног в одно мгновение. Другие, которые там еле-еле, вдруг раз и резко поднимаются. Я знал самых богатых людей бывшего Советского Союза. И судьбу ни одного из них, я думаю, никто из вас не захотел бы повторить. Потому что не так это все работает. Надо смотреть на всю картину целую. Каждому человеку своя судьба, свои испытания, все свое. Если вы желаете что-то вашего ближнего, остановитесь на минуту и подумайте, действительно ли вы хотите все, что ему принадлежит. Когда мы увидим честно воочию, какая на самом деле жизнь каждого человека за закрытыми дверями, то все будут радоваться своей жизни. Так написано, что если бы каждый сумел повесить свои цуры со своей беды на крючочек, а потом посмотреть, он бы опять взял свои. Всевышний дает нам очень ценные советы. Будьте достаточно мудры, чтобы понимать, что надо смотреть на всю картину в целом. Завидовать тому, что есть у других людей не только грешно, но и глупо. Потому что, ну по одной простой, может быть, самой главной причине. Потому что жизнь, она у каждого своя. И мы не можем ее изменить. А вообще вот, как бы, когда спрашиваешь, кто прав в том или ином вопросе, то иудаизм дает очень сложный ответ. Давайте я вам примерно скажу. Пришли к одному раввину, два еврея разрешить свой спор. Один объяснил такую ситуацию, второй свою. Тот говорит, первый, когда объяснил, он говорит, ты знаешь, ты прав. В это время жена, которая на кухне мыла посуду и слышала разговор, кричит ему, янгеле, как может быть, чтобы и один прав, и второй прав. Он ей отвечает, ты знаешь, и ты прав. То есть, вот абсолютно нет, вот абсолютно не в истине, ни в чем. Ну кроме там наверху. Мы всегда должны смотреть на все это общим взглядом. А люди, они иначе. Поэтому 10 заповедей, о которых мы говорили, они скрижали, с ними были разбиты. И знаете, что говорят там шуточно, что люди разобрали вот эти осколки, скрижали. Помните, не убивай там. Один взял табличку разбившейся, не, второй убивай, третий еще какой-то. И вот так потихонечку и живем. Но самое важное не это. Надо знать одно, что разбившиеся скрижали, это просто сувенир, ничего более. Поэтому, когда мы выбираем из общего контекста какую-то одну вещь и говорим, вот это так, а все остальное не так, ну, значит, мы с вами занимаемся тем, что изучаем разбитые скрижали. И, наверное, последнее, что на сегодня хотелось бы сказать, мы с вами приближаемся к шабату, шабату, который уже шабат утешения называется. Это первый шабат утешения после сложных дней. Бог говорит, вот сейчас утешайте, мой народ. Утешайте, поднимайте себе настроение, начинайте думать о новых планах. Готовьтесь к хорошей шуме, готовьтесь к итогу года. Не подходите к этому с пессимистическими такими опущенными. Не надо. Надо улыбаться, верить в будущее. Надо верить в себя, верить в то, что будет еще. Дальше все изменится. Если у кого-то, не дай бог, что-то не так, изменится к лучшему. Брахава от слаха всего самого лучшего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!